Ботсер ФМ представляет Психолог Александра Капецкая В подкасте Психология, мифы и реальность Добрый день, дорогие друзья! Понедельники для вас, я надеюсь, добрые, потому что наша рубрика продолжает свою работу. Да, мы уже потихоньку движемся к финишу, середину, так сказать, сезона, третьего сезона нашей рубрики мы преодолели. И сегодня у меня очередной гость. Кстати, мастер своего дела, как обычно, я вам не вру, я подбираю мастеров, вы знаете, с каким пиететом и уважением я к ним отношусь. Николай Чичулин, предприниматель, владелец магазина «Планета экзотики». Николай, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, Александра! Как так случилось? Почему экзотические животные? Весь интернет привык к котикам, к пёсикам, ну, может быть, к собачкам, к лошадкам, к, ну, я не знаю, кроликам, ну, рыбке. Ну, все мы родом из детства, и оно, как всегда, тоже с детства. Когда я был маленький, я мечтал стать натуралистом. Лазил по канавам, искал тритонов всяких, ловили по весне, когда они сплавлялись. И потом, ну, типа, родители видели то, что мне интересно всё вот это вот, отдали мне в биологический кружок. И как-то раз на Новый год, типа, ничего не предвещало беды, как говорится, и мне сестра в 12 лет подарила зелёную игуану. И тогда у меня просто весь мир перевернулся. Такой, типа, блин, да ладно, это что, можно зелёную игуану, настоящего дракона, держать дома, и у меня теперь живёт игуана. Я такой, вау, блин, это... Восторг был, да? Это вообще восторг, да. И вот с этого момента это всё началось. Выглядят они, прямо скажем, ну, знаете, не миленько. Для сознания обывателя это, ну, надо привыкнуть, чтобы видеть что-то милое в игуане. Вы понимаете? Вот для меня это какое-то чудище такое кошмарное. Зубастая, когтястая, там всё в чешуе. Ужас. Да, ну, глобально, на самом деле, вот общаясь с клиентами, есть такие два типа людей. Те, которые вообще боятся ужаса и вообще, типа, всё... Как-то там яблоко Адам, вот этот змей выпиющий, и всё вот это бесовское. А есть те, которые вообще души не чают, и, типа, что может вообще прекраснее, чем рептилии? Вы посмотрите на эти чешуйки. В этих глазах просто бездна. То есть вы видите эту бездну? Абсолютно. Ну, то есть я вот до сих пор, то есть у меня уже сейчас не так много каких-то личных животных, он уже как-то переболел, прошла вот эта волна буйства в этой теме. Но всё равно, то есть я там прохожу в зале, в своём зоомагазине, и так, ну, периодически останавливаюсь, смотрю на какую-нибудь рептилию, и, ну, меня до сих пор это прямо очень завораживает. Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru А как вы решили всё-таки заняться предпринимательством в этой сфере? Ну, то есть я ещё понимаю дома держать игуану, змею какую-нибудь, это я ещё понимаю примерно. Какое самое большое животное домашнее было? Самое большое домашнее животное? Ну, вот у меня такие две группы рептилий, которые мне больше всего интересны лично. Это черепахи и вараны. У меня было, наверное, видов 15 разных черепах, там, начиная от каких-то простых среднеазиатских, которых люди, по-не знаю, держат под батареей, так нельзя делать, если что. Вот, и заканчивая, там, не знаю, какой-нибудь грифовой черепахой, которая там с одного укуса может полуарбуза отгрызть. Ну, и типа одно из самых травмоопасных животных в Америке. Ого. Ну, типа они прикольные. То есть варан тоже дома был? И вараны тоже были. Варанов было много разных. А как же всё-таки произошёл вот этот переход в предпринимательство? Ведь магазин есть свой. Не просто же так предприниматель, значит, свой магазин животных, да? Он, кстати, в Москве. Да-да-да-да, мы в Москве находимся, в зоомагазине «Планеты экзотики». Вот, если хотите, заходите в гости, можно всё потрогать, посмотреть. Сейчас даже собираемся сделать дни кормления змей, так что вы можете... Змею покормить? Даже можете покормить змею, да. Да ладно? Да. Так, товарищи, кто в Москве? В магазин «Планеты экзотики» идём кормить змей. Ну, или посмотреть, как это делается. Так всё-таки переход вот из любителя в профессионалы как осуществился? Я учился, ну, вначале зелёной гуаны, потом вся комната сплошняком заставлена рептилиями, просто снизу до верха, наверное, видов 20 одновременно жила. А потом я поступил в биологический кружок, из него поступил на биологический факультет МГУ, и, проучившись там месяца два, понял, что это... Ну, я не хочу быть учёным, а хочется чего-то такого более практичного, более близкого к миру, что ли. И тогда я принял решение уйти из университета и начать делать какое-то своё дело. То есть это именно был такой прорыв к предпринимательству, и в тот момент я лучше всего разбирался в рептилиях. Ну, там было несколько вариантов, там какие-то модели собирал, по концертам ходил в том возрасте. И рептилий для меня было такое, то есть самая просто компетентная, наверное, сфера, которая была мне ближе всего на тот момент. Покупателям советы даёте? То есть вам не лень начинающих обучать? Я лично уже лет пять, наверное, не консультирую людей. Я больше, более системный, и мне вот интересно там систему простраивать, какие-то с людьми работать, какой-нибудь маркетинг выстраивать. Ну, я лично давно этого не делал. Но наши менеджеры, конечно, да, то есть типа если вы придёте, к вам будут относиться как к лучшему другу, и там пока вы точно не будете знать, как правильно держать, как там, что делать, если змея линяет, или там как там каждую чешуйку обрабатывать, пока вы этого знать не будете, и менеджер не будет уверен на то, что вы будете настоящим террориумистом, и будете хорошо заботиться о своём животном, вас так просто не отпустят. То есть мы очень заботимся о том, чтобы животные попадали в надёжные руки. Под санкции магазин попал, только честно. На самом деле... Приходится завозить животных по параллельному импорту. Животные, на самом деле, не всегда шли по параллельному импорту. Ну, то есть там была часть, которая не параллельная. Вот, но так, то есть там... А, ну, с Украины, кстати, сейчас раньше было много животных с Украины, сейчас с Украины не так много чего едет. Ну, вообще, наверное, ничего не едет. Вот раньше... Ну, то есть рептилии, они практически все, там 90% то, что в неволе разводятся. То есть это много-много-много поколений, разведённых в неволе. Там и вот как у кошек есть там длинношёрстные, голубоглазые, вот у рептилии то же самое. То есть там есть самый яркий оранжевый геккон Элблефар, там какая-нибудь бордата агама с идеально гладкой чешуёй и, ну, всякие такие моменты. То есть это многие годы селекции, поэтому практически всё, что вы можете купить из рептилии, это разведённые в неволе животные. То есть селекционные из питомников и, соответственно, с документами и нет проблем, так сказать, с импортом. Ну, в принципе, да. Если вы повернётесь, вы увидите на флаге символ. Это флаг чувства покоя в нашей студии. Он вам ничего не напоминает? Можно кого-то узнать? А это рептилия. Глаз хамелеона? Да. Да? А вы торгуете хамелеонами? Конечно, конечно. Да? А я могу приехать на фотосессию с хамелеоном к вам в магазин? Именно фотосессию. Ну, мы, конечно, профессионально их не устраиваем, но вы можете приехать, сфотографироваться, на руках подержать. Да, совершенно верно. Вы не представляете, какие у хамелеонов лапки. Типа это как объятие ребёнка, на самом деле. У них же срослись вот эти два пальчика, и у них типа не пять пальцев, а всего два пальца. И они обнимают, а потом не отпускают. Это такое очень трогательное. Вот. И хамелеоны, кстати, они одни из рептилий, которые, в принципе, практически, по-моему, вообще не кусаются. То есть не открывают рот, там могут шипеть, но кусать они практически никогда не кусаются. Я руковожу проектом, который называется «Чувство покоя». Дают ли вам общение с рептилиями ваши питомцы вот это самое состояние, вот успокоение? Ведь, понимаете, как принято? Взял кошку на руки, начал гладить, и вот это твоё чувство покоя такое. Лекарство успокоительное, живое, да? Оно мурлычет, да? Оно там как-то переворачивается, пузико своё подставляет. Всё-таки рептилия – это, ну, не шерстяное животное, да? Оно не мягонькое, вот так скажем. Даёт ли оно, это живое существо, вот то самое успокоение? Пришёл с работы на взводе, взял свою змею в ручки и полегчало. Нет, ну, вы смеётесь, и кажется, что рептилия – это что-то такое отдалённое, но на самом деле у меня сейчас на работе есть одно животное, единственное, которое у меня сейчас есть из рептилий. Это черепаха по имени Вера. И черепаха Вера – это просто любимица всего офиса. К ней приходят, её кормят. Она, вот вы к ней подходите, она сразу привстаёт на все четыре ножки, вытягивает шею, её можно пальчиком погладить по шее, она эту шею будет вытягивать ещё дальше. И это такая радость, не знаю, там даже у нас из соседнего офиса люди приходят, и они, короче, начали взвешивать. Типа там на террариуме есть отдельная графа, потому как Вера даёт прирост. Прирост черепах. То есть она, правда, любимица всего офиса. Ну это уже... На самом деле рептилия – это, знаете, такой отдельный вид медитации для искушённых. Чем надо быть искушённым, чтобы медитировать вместе с рептилией? Вот, кстати, интересный такой... Ну это, наверное, отчасти психологический момент, потому что мы, когда проводили исследования вообще, как люди становятся стержемистами. Ну это же какие-то особенные люди, есть же те, кто ими точно не станет, а есть те, кто становятся всё-таки. И, как правило, те люди, которые заводят себе рептилии, это те, кто в детстве ловили вот этих вот всяких ящериц, канавах, червейких-то искали. Лягушек, да? Лягушек, да-да-да. И вот как будто бы это сажает такое зерно в человека, которое дальше может прорасти, и он уже становится террариумистом, уже в взрослом возрасте заводит уже в такое более осознанное. Многие дети заводят, на самом деле, тоже. Правильно ли я понимаю, что вы видите в этом красоту? Однозначно, для меня рептилии – это очень красиво. Можно ли установить с рептилией какие-то душевные отношения, как вот с кошкой, лошадью, даже вот с птицами, ну с большими птицами, с большими попугаями? Например, устанавливают орнитологи, владельцы, да, с хищными птицами, те, кто соколиной охотой занимается, они устанавливаются своими птицами душевные. Ну с теплокровными животными устанавливают прям душевную связь, душевный контакт с рептилией. Это возможно? Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека». Вот вы как физиолог скажите, как называется отдел мозга, который отвечает за эмоции, за проявление эмоций? Что мы называем тогда проявлением эмоций? Потому что эмоции – это система функциональная, которая включает и кору, и диэнцефалический аппарат, и рабочие системы, секреторные, моторные компоненты и так далее. Тогда что мы называем? Если мы говорим про центр удовольствия – это одно, или про центр неудовольствия – это другое. А эмоция сама по себе – это функциональная система, то есть это не только мозг, это не только корковые, подкорковые процессы, это и весь остальной организм. Ну да, как дальнейшая реакция, согласен. Вот есть вот суперзаяженное понятие про рептильный мозг. Вот у рептилий, у них рептильный мозг, и рептильный мозг – это типа бей-беги и прямая реакция. То есть холодно, дёрнул, жарко, тоже руку убрал, тепло, подошёл, погрелся. И рептилий – это всё, у них нет вот этого центра, который отвечает за эмоции. Поэтому с вашей стороны, конечно, да, вы можете там привязаться к рептилии, как к любому, по сути, предмету, к чему-то такому. То есть это всегда односторонняя связь? Животные привязываются, но у них это немножко по-другому выглядит. То есть у них это больше на рефлекторном уровне. Дверка открылась, или человек зашёл, значит, скоро будет еда. Типа здорово, он такой, типа, класс, да, еды. Ну и человек интерпретирует это как, типа, оно меня любит. Но по большому счёту это немножко другое, чем привязанность у кошек или собак, или у людей к человеку, тем более. Тогда это всё-таки сложнее. Понимаете, когда нет вот этой ответной реакции, ты либо её приписываешь, и тогда ты продолжаешь общаться с рептилией, ты в неведении в этом смысле, потому что ты в иллюзии пребываешь. Либо ты это осознаёшь, и тогда это абсолютно бескорыстная любовь, потому что она абсолютно односторонняя, и всё. Всё-таки владельцы кошек, они имеют обратную реакцию. То есть кошка, она может мыслить, очень сложно мыслить, она может даже разрабатывать определённую стратегию поведения с тобой, где-то тебя проучить, где-то тебя пожалеть. То есть они, теплокровные, могут демонстрировать довольно сложные формы поведения. Наверное, для человека, который решил завести рептилию, стоит оценить свою способность любить. То есть если ты рассчитываешь на взаимность, то, наверное, лучше завести кошку, чем рептилию. Ну, если нужно завести себе животное, чтобы компенсировать свой какой-то недостаток в близости, то, наверное, рептилия – это не самый подходящий вариант. А если хочется какое-то классное животное, которое можно оставить на неделю, и оно не будет страдать, ему будет отлично время вашего отпуска, змею взрослую кормить нужно раз в три недели. Это идеальное животное, если вам нужно куда-нибудь уехать. И ему будет отлично, вообще прям он будет кайфовать. Просто водичку оставьте и не трогайте. И на три недели уезжайте хоть там в Турцию, куда сейчас там модно, или там в Крым. Целый месяц, почти что целый месяц свободы. И в этом плане рептилии, они, ну, на мой взгляд, это вообще самые простые животные, которых только можно, в принципе, придумать. Тогда я вам предложу попробовать помочь, ну, не рептилии, кому-то посложнее. Кому же. Да, живому человеку. И примерить на себя роль психолога. Да, на нашей рубрике мы разбираем письма, и если вы готовы, то я вам сейчас такое зачитаю. Ну, давайте попробуем. Всем привет. Мне хотелось задать вопрос на Блиц, но, оценив его масштаб, решила написать письмо. В моей жизни нет авторитетных людей, на мнение которых я могла бы опираться. Но вам я верю. Вряд ли мы познакомимся когда-то в жизни, вряд ли я приду на какой-то курс к вам. Но я люблю вас. Спасибо большое. Мне еще нет 30. У меня 4 ребенка, и вся жизнь впереди, как мне кажется. Окружающие считают, что теперь заниматься мне нужно только детьми. А мне хочется ухаживать за собой, работать, учиться, дружить, развиваться, жить жизнью полной приключений. На этом фоне часто возникает непонимание и разногласие. Но разве рождение детей должно ставить крест на всем остальном? Разве не лучше деткам, когда их мама прикольная и яркая, понимает что-то в современном мире и нравятся их друзьям? Моя мама была полной противоположностью. Она никогда не заботилась о себе, не имела друзей, не любила работу. Ее презирали все мои сверстники. Мне всегда хотелось, чтобы моя мама была немножечко такой, какой я сейчас хочу быть, вопреки всем посторонним взглядам. Возможно, я ухожу в другую крайность. Но какой должна быть мама и как стать таким человеком? Как вам такая задачка? Ты взрослый человек и у тебя взрослые проблемы. Все сложно и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя. Ну, это интересно, на самом деле, конечно. Вы бы такую маму хотели? С четырьмя детьми, ну, как бы, не знаю. Даже не с четырьмя детьми, а мама, которая прикольная, яркая. Я не знаю, что она имеет в виду, но, видимо, она... Ну, не просто там ярко одевается, и она ухоженная, а она, может быть, ну, допустим, на роликах там катается, там еще какие-то нелегкие. Может, она там на байдарках сплавляется. Ну, вполне возможно, что это именно так. Вот как вам? Ну, блин, говорить про маму, конечно, я бы хотел. Это довольно сейчас как-то странно. Хорошо, если бы ваша жена была такой мамой, вашим детям. Мне кажется, то, что для ребенка очень важно, чтобы мама была настоящей, чтобы она была живой и, ну, раскрывалась в том векторе, в котором она хочет раскрываться. А дальше там будет эта яркость или, наоборот, серость, или там сиденье в библиотеке или поход по модным магазинам. Ну, какая разница? Важно, чтобы это было что-то настоящее. И я бы хотел на самом деле своей маме учиться тому, как, ну, не быть ярким или не быть ярким, а тому, как быть, ну, действительно настоящим и жить свою жизнь, а не жить там противоположности маминой жизни, как это звучит весьма явно. Ну, то есть, если бы ваша жена, допустим, выходила на прогулку так, один ребенок на велосипеде, там, двухколесном, другой на трехколесном, который помладше, самый младший в коляске, а мама на роликах с ними, тремя. То есть вы были бы не против. Вы как бы считаете, а что плохого, отличная мама, приспособилась? Ну, у меня, наверное, очень странное отношение с безопасностью, поэтому мне, да, ну, как бы, если выжил, то молодец. Нет, ну, конечно, не настолько, но мне нормально, лично мне. Наверное, это неправильно, но вот лично мне нормально. А в чем сомнение? Вот я считаю, что это правильно. Понимаете? Ведь, ну, как говорят в народе, хочешь жить, умей вертеться. И, да, современные реалии... Вы же молодец, да? Да. Современные реалии, они требуют действительно от матери несколько иных навыков, материнских именно навыков. То есть умение ездить на велосипеде, вместе с детьми совершать вот эти прогулки, учить их использовать эти предметы повышенной опасности, да, средства повышенной опасности, там, горный велосипед, да, скажем, или роликовые коньки. То есть если мама этим всем владеет, сопровождает детей, и тем самым, подавая пример, обучает их, с одной стороны, ловкости, с другой стороны, безопасности, да, то есть каким-то ограничением, вот чего делать не надо. С третьей стороны, что очень важно, общению, как правильно общаться в семье, да, она поддерживает свой авторитет перед детьми. По сути, это необходимость для современной матери. Разделять вот такого рода увлечения детей. Ну вот, то, что могу про себя сказать, наверное, вот мои родители, например, они всегда давали мне очень много свободы, и это то, за что я просто безумно благодарен. Они всегда давали мне получить какой-то свой опыт и пройти, ну, просто, ну, там, типа я чего-то хочу, и, во-первых, у меня появляется возможность осуществить вот это какое-то свое хотение, там, может быть, я ударюсь, может, я, не знаю, в яму свалюсь или там что-то еще со мной произойдет, но я всегда получал опыт и получал реальную обратную связь от мира. И я думаю, что это вот тот ключевой навык открытости к миру, к какому-то исследованию, который я сейчас применяю в бизнесе. Потому что, ну, типа, вот я захотел сделать бизнес, пошел сделать бизнес. Ну, типа, для меня это уже что-то очевидное. То есть, типа, у меня никогда не было такого, что, типа, Коль, что-то нельзя. Для меня такого, в принципе, особо даже не было. Она, когда говорит о себе, автор письма, она говорит о том, что у моей мамы не было любимой работы, не было друзей. Вот она с нами там, с своими детьми возилась и только. И, так сказать, ее жизнь замкнулась на детях. И автор письма считает, что это неправильно. А вы как думаете? Правильно или неправильно? Блин, не знаю. Ну, нету правильного или неправильного? Насколько правильно замыкаться на детях? Или неправильно? А не надо искать правильный ответ. Ну, вот его нет. Да, да. Похоже, что его нет. Да, его нет, действительно. Вы знаете, ну, люди с разным темпераментом, люди с разным опытом, с разной философией. Мы все родились в разное время. И в одно время правильно одно, в другое время правильно другое. Мало того, в одно и то же время люди живут, но в разных обстоятельствах находятся. И в одних обстоятельствах необходимо замкнуться на детях, а в других обстоятельствах это опасно. И совершенно правы вы, Николай, в том, что, ну, нет вот этого правильного ответа. Иными словами, вот я, как профессиональный психолог, могу этой барышне и всем остальным мамам, которые вот думают, а так они себя ведут, не так сомневаются в своем материнстве, сказать следующее. Лучше вас никто не знает, как вам эту жизнь прожить. То есть не надо по большому счету с такими вопросами к психологу обращаться, потому что это не психологическая вообще задача. Это вообще не к психологу. Это знаете к чему? К культуре. Вот хорошая мама или плохая, к культуре. Она, культура, задает, так сказать, эти критерии хорошести. Но единственное, кто может оценить вас по-настоящему, какая вы мать, это ваши дети. И если то, как вы живете, вот с этими байдарками, с этим там внешним видом, что вы все время ухоженные, вам там будет 50 лет, а вы будете ходить на шпильках в мини-юбке с худенькими тонкими ножками, ну, то есть подтянутые. И у моего зятя мама в 65 лет нунчаки крутит. У нее плоский живот, кубики на животе. Она вообще, хотя заслуженный учитель русского языка, на минуточку. Ну, на пенсии, да. Живенько-живенько, прикольно. Да, и, конечно, он прям несет вот это, знаете, в мир. Это моя мама. То есть она для него, и даже вот благодаря этому, авторитет. То есть не просто потому, что она моего зятя воспитала, там в люди вывела, а потому что еще вот он стоит рядом с ней и говорит, вот это моя мама, да. Ну, вот представьте себе атлетически сложную пожилую женщину. Она практически выглядит как бегунья, понимаете? Я еще раз говорю, нунчаки крутят. Я не шучу сейчас, да? Круто, круто, круто. То есть это необходимость, понимаете? И оценить, хорошая она мать или плохая, может только сын. Поэтому еще раз подчеркну. Подобного рода вопросы, девчонки, когда вы задаете профессиональному психологу, вы их задаете не по адресу. Вы либо своих детей об этом спрашиваете, да, либо обращаетесь к культуре, но культура может ошибаться. Вот так скажем. То есть культуру иногда надо преодолевать, потому что основной критерий того, хорошая вы мама или не очень, это счастье ваших детей. Если ваши дети здоровы, счастливы, если они абсолютно адаптивны, то есть они встраиваются в эту реальность, они с этой жизнью в состоянии справляться благодаря вашему примеру и воспитанию, то ради бога, любая модель материнства, которая к этому результату приводит, правильная. Она повышает живучесть своих детей. Наша задача, всегда помнясь о теории эволюции Дарвина. Наследственность, изменчивость, да, и приспособление. Приспосабливается и выживает, и оставляет потомство жизнеспособное тот не кто самый сильный, самый красивый, а тот, кто лучше других, приспособился к окружающей среде. И если для этого приспособления вам надо быть, как говорится, в тренде современности, слушать хип-хоп, слушать кей-поп, в конце концов, смотреть дарамы, разбираться в жанрах, там, не знаю, мультиков японских, ну, то есть в аниме там, ну, к примеру, да, в видеоиграх компьютерных разбираться, чтобы понимать, что происходит с вашими детьми и помогать им вырабатывать к этому правильное отношение, и учить их обращаться с этими знаниями, этими предметами, да, то, да, конечно, это надо делать. Это надо делать. Другое дело, что у наших родителей жизнь менялась не с такой скоростью, как у нас. Вот сейчас при смене поколений и вся жизнь меняется. А до этого несколько тысяч лет, ну, так оно плавно менялось, может быть, мода, а характер жизни сильно не менялся, правда? И поэтому то, что нам оставили в наследство предки, было приемлемо и для еще пятидесяти поколений после. А вот сейчас, увы, так не работает. И нужно очень много творческой энергии, очень много интеллекта приложить, в том числе и матерям, но не только матерям, и отцам, да, и, кстати, и бабушкам, и дедушкам, чтобы передать лучшее, но так, чтобы оно, вот это вот наследие, которое мы передаем своим детям, чтобы оно не мешало им выживать в новых обстоятельствах. Да, согласен. На самом деле, мне кажется, то, что такое самое основное, что сейчас, в принципе, могут дать родители, это не навязывать какие-то свои уже неминуемо устаревшие установки, а позволить ребенку вырасти адаптивным и максимально эффективно и быстро подстраиваться под весь вот этот меняющийся мир, и ведь дальше он будет еще и еще и еще быстрее меняться. Конечно. Эволюция на экспоненциальная. Красивой мамой всегда приятно гордиться, когда на родительское собрание собираются, да, родители или какой-нибудь детский утренник, и ребенок смотрит и видит, моя мама самая красивая. Так в чем сомнение у автора письма? Конечно, идите. Конечно, если охота выпендриться. Я лично в кругу своих подруг знаю мамочек, у которых вот четверо детей. Ну, сейчас-то эти уже дети большие, да, но да, они были вот совсем молоденькими девчонками, у них было четверо детей, и да, на родительское собрание они приходили с нарученными ресницами, на шпильках, мини-юбках, и никто не верил, что у них четверо детей. А я считаю, вот это как раз образец. Вот, ну, я скорее на свою маму смотрю сейчас, и мне кажется, мне было абсолютно без разницы, как она, ну, не то, что как она выглядит, но там, типа, она красива или некрасива. Ты сейчас вообще, в принципе, никогда даже в такой категории не мыслил. То есть там любящая, нелюбящая, да, для меня это, ну, наверняка очень важно. Там слышащая, открытая. Ну, это то, что, ну, для меня, как для ребенка, тогда это было, конечно, безумно важно. Красива ли моя мама, блин, ну. Ну, если мама из любви к себе там заботится о себе, ну, конечно, я-то там как ребенок наверняка и перенимал. Красива или некрасива, это, блин, не знаю. Я ребенок, ну. Да, ну. Не снисциироваться в эту... Я очень рада, что вам не приходило это в голову. У вас прекрасная мама, которая дала вам самое главное, да. А есть дети, по-моему, приходят? Да, есть дети, которые вот миряются. Дети прямо оценивают красоту мамы. Да, прямо оценивают красоту мамы, ее молодость, оценивают. А у моей мамы телефон дороже, а у твоей дешевле. И это все трансляция, по сути. Ну, ребенок же сам ничего не выдумывает, да. Он просто повторяет то, что есть в его семье. Прикольно. У меня вот абсолютно этого не было. Вот я сейчас очень удивлен, что такое вообще существует. Не просто существует, а очень сильно распространено. Ну, и я понимаю, откуда это письмо взялось. Я понимаю ее, ну, как бы сомнения, да. Но что еще мы можем передать своим детям, что у них никто не заберет? Хороший характер. Впечатления. Впечатления у наших детей точно никто не заберет. И когда говорят, что надо воспитывать примером, то, конечно, лучше подавать пример живучести. Когда много друзей, когда семья путешествует, когда семья общается, когда гости или принимаются, или вся семья едет в гости, да. То есть умение в обществе вживать, строить отношения с окружающими, с самим собой, умение строить отношения между собой, внутри семьи, при этом не делая выбор между либо красота, либо, значит, воспитание. А вот когда ты умеешь успевать все, такая продуктивность, что ли, да, материнская, когда демонстрируется. Мне кажется, это скорее сбалансированность. Да, совершенно верно. Больше про баланс. Вот это очень цен. Поэтому я бы сказала автору письма, что у вас все хорошо. Я бы ей сказала, что ей не нужен ни психолог, ни советчик, никто. Как мужчина полностью согласен. Мне кажется, это взгляд, подход здоровой женщины. На этом мы можем заканчивать наш выпуск. И я напоминаю, у меня в гостях в качестве помощника на народной аптеке был Чичулин Николай, предприниматель. Тогда еще раз переговорю. Да, 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 да. Предприниматель, владелец магазина «Мир экзотики». Планета экзотики. Ой, планета. Планета, ну как такая. Да, да. Чичулин Николай, предприниматель, владелец магазина «Планета экзотики». Спасибо, Николай, что вы были сегодня с нами. Надеюсь, вам понравилось. Вам спасибо. У вас тут очень мило и уютно. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания. До свидания. Хорошего понедельника. Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю. В подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска. До свидания. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...